Потому что... Потому что вы компьютер-калькулятор, я тебя понял. Потому что я элит. Аулит. Аулит. Никому не говори, но ты аулит. Так, я зашёл в игру, а... Ты меня ждёшь на 21-й секунде? На 14-й. А чё у нас тайминги всё время меняются? Ладно. Я не люблю быть непредсказуемым. Я художник, я так вижу. Так, я понимаю, слева у нас, получается, это Вай Виктис и Спортс. А, соответственно, справа у нас это Эротикон Рин Ти Ви. Да. Окей. Так, 14-й секунду у тебя, да? Да. 12, 13, 14, 15, 16. Отлично. Всё просто идеально. Ну что ж, ребятки. Катки между Вай Виктис и Спортс и Эротикон Рин Ти Ви. Начинаются прямо сейчас. И пройдёмся, как обычно, по пикам. Итак. Плеер 130. Играет в лесу на Химель, Лаке. Путин играет на Стиле. Какой интересный ник. Апиел на Феечке. Бабах. То есть Баба 5H. Играет на Гаджет. И Кса Лв. Видимо, Кса Левел. Играет на Мёрдоке. И, кстати, у него есть небольшие проблемы с подключением. Потому что он прям вылетел сразу же. Да, есть такой действительно. Ну и Вавиктис, которых мы уже смотрели. Передаём привет этим ребятам. Зун у нас играет на Иге. Фирт у нас играет на Мёрдоке. Косми играет на Груксе. И Руканджи играет на Хавицер. И Волт на Нарбаша. Да. Ну что ж, смотрим. Мёрдок уже переподключился. Это очень-очень здорово. И команда Рент Ти Ви вступает в полном своём составе. Что меня сразу радует, так это Лаки Путин, который отправляется на соло-линию против Ики. И я надеюсь, я надеюсь, что команда Рент Ти Ви полностью реализует своего стила. Как только он сразу апнет пятый уровень. А это будет очень быстро, потому что он стоит на соло-линии. Он сразу же будет бегать на ребят. Там, например, на мид. В Айвиктис. И будет, ой, как больно делать. Да, надеюсь, что будут ребята реализовывать, в общем-то, своих героев. Мы всегда на это надеемся с самого начала игры. Так, дай на секунду ещё раз синхронизируемся. У меня 1.45, 46, 47, 48, 48. Как будет 52, скажешь. 52? Теперь сколько? 56, 57, 58. Отлично, всё окей. Да, соответственно, здесь в миде мы видим, стоит у нас Хавицер против гаджет. И вот здесь на эту гаджет выходит. Волт даёт хороший стан. Хорошая стяжка от Грукса. Действительно, неплохо ребята реализуют. Только, к сожалению, стяжка на это почему-то не попадает. У меня, правда, подлагивает слегка. Но уходит эта гаджет. Уходит. Да, чё-то как-то Касмания там не совсем притянул. То ли там был баг, и эта гаджет не притянулась. И, по-моему, это её засейвило очень-очень сильно. Касмания решил так не грустить. И он сейчас просто встретит плеера. Здесь Химеру вместе с Волтами. Сейчас проблема у Химеры, которая просто-напросто не ожидала о том, что её в своём же лесу на третьем уровне встретят. А ребята из команды Воевиктис не будут сейвить эту Химерку. Там ещё и Хомячок тоже подключился. Поэтому это Фёрст Блад. И Воевиктис показывает отличнейшее понимание игры. Здесь ещё, скорее всего, у Бабаха будут проблемы. Потому что ребята из Рентиви будут подключаться. Конечно, там у Ируканджа могут быть небольшие проблемы. Но всё-таки дэмэджа много вливается. И умрёт ли эта гаджет? Да, один-один размен. Дальше идёт файт. И, скорее всего, из него команда Рентиви будет выходить победителем. Потому что их здесь намного больше. Федичка сразу же отправляется домой. И Кса Левел понимает, что здесь ему ловить нечего. Поэтому просто решает вернуться домой. Да, хочу отметить, что Воевиктис стоят ворды во вражеском лесу. Кстати говоря, именно такие два ворда сегодня ставили синержи. Может быть, ребята смотрели, кстати говоря, их катку и хотели как-то, в общем-то, скопировать этот момент. И хочется отметить, что Дабла из Мёрдока и Нарбаша, она такая вот немножечко... Позаимствованная. Да, похожая на такую небольшую, может, сигнатурку от Синержи. Потому что они любят это брать. Они любят это брать, да, Синержи, те ещё ребята. И я очень рад видеть вот точно такую же игру от команды Воевиктис. Даже если они взяли, увидели это у Синержи, это значит, что они смотрят игры. Это значит, что они серьёзно настроены и что они растут. Да, есть такой, да, ещё разочек синхронизируется, потому что что-то у меня лагает очень этот реплей. У меня 4.02. 4.03. 4.5. Да, всё правильно, всё правильно. 5. Ага, всё, окей, окей. У меня что-то прям какие-то провисания постоянно. Так, ну, в любом случае, сейчас мы видим, что ребята из Eroity Karantivirus развардили. Эти самые замечательные варды в стиле Синержи. Развардили их, и вардов сейчас у них значительно больше на карты. Контроля карты, я надеюсь, тоже будет больше. Вот, по левой линии наверняка тут никак уже этого мёртвого теперь не гонкануть. Ну, и будем смотреть, как будут ребята реализовывать этого Грукса. Я уже хочу на него посмотреть, вот Воевиктиса. Ну, Касманио в прошлой игре, которую мы видели, он 2 раза играл на Рэмпидже. И, собственно говоря, на Груксевича мы его игру не смогли посмотреть. Но там была одна... Один раз он выходил на медь, да, на Бабаха, но почему-то там немножко не сработал эта стяжечка. Поэтому, видимо, сейчас он будет реабилитироваться, потому что будет он заходить на Гаджет. И Гаджет здесь, скорее всего, отправится домой, потому что будут у него проблемы. Конечно, она пытается уйти, но снизу просто же какой же отличнейший тайминг от команды Воевиктис, которые поджидают просто. Ещё и статчик от Нарбаша идёт. Вот это игра! Это неплохо, поймали её, и я так понимаю, что Гаджет просто даже не видел этого Грукса со спины, потому что шла она к нему спиной, и, в общем-то, на карте он на неё, поэтому, тоже не отображался. Ну, проблемно, конечно, тут для неё вот в таких условиях стоять, особенно, когда постоянно де Вардят. И, опять-таки, вот эта война Вардов началась. Как видим, Варды вернулись на своё место от Воевиктиса. Вот, начинается, в общем-то, это постоянное переварживание. Ну, вот, собственно, опять Нарбаш поджидает в лесу, на левой линии. Ну, он попытается дать станчик, он просто там выпрыгнул из-за бага с этого леса, и, скорее всего, здесь могут быть проблемы у Ксала. Если ему дадут станчик, то Груксевич бы стянул бы, но промахивается Нарбаш станом, и, собственно говоря, дарит, возможно, жизнь в это время. Там немножко забегался Игис Корч в Энаме Лису и поплатился за это жизнью. И Вайвиктис и Гис Корч, собственно говоря, Зум, не знаю, что он делал в Энаме Лису. Возможно, пытался поставить Варды. Есть у него Варды, в принципе, возможно, так и было. Да, вполне себе вероятно. По поводу... На Ируканже сейчас будет заговорят. Будет захват, и, скорее всего, здесь Ируканже убегает, потому что, ну, слишком мало дэмэджей, чтобы убить этого хомяка, нужно, конечно, еще... А вот сейчас можно его хватать, кстати говоря. Успеет ли его как-то подбить? Нет. Вот Путин успевает ли или нет? Да, успевает ему гаджет на, собственно, его телепорт, и, соответственно, здесь уже никуда этот хомяк не уходит. Ну, опасно, значит, очень тпшится здесь. И однозначно было, что могут его здесь прям догнать, и, собственно, гаджет действительно не побоялась найти его здесь в лесу. Да, наверное, нужно было попытаться уйти. Ируканже нужно было просто дать информацию о том, чтобы ребята его встретили, и, если что, они бы попытались там уже дать файт, и тогда, возможно, хомяка они не потеряли. Да, соответственно, хотел бы там ответить одному товарищу, который тщательно спит, что вот вы вставляете синерджи как прям богов игры, богов игры. Но так или иначе, сегодня очень мало таких команд, которые могут конкурировать с ними, и в основном это зарубежные команды, которые многоразово там выигрывали свои североамериканские турниры. Но, в общем-то, других каких-то команд, которые могут им реально прям вот стопроцентную контр-игру показывать, таких очень мало. Поэтому, так или иначе, мы с ними многих сравниваем. Лаки Путин на правой линии начинает, в общем-то, бить Зуна, но Зун жирноват, и тут уже непонятно особо, кому больше входит, потому что крипы дамажат очень много по этому Лаки Путину. Ультит он в этого Зуна, и, ну, не выживет здесь теперь этот Зун совсем. Хотя Путин умирает. Умирает, и это размен один в один. Путин умирает, это действительно страшно. Но, и, собственно говоря, и Зун тоже отправляется домой. Отличнейшая там была от Иги Скорча, и немножко, конечно же, там Стил заигрался, не посмотрел за своим здоровьем, и за это поплатился. И можно сказать, что Зун там очень много выиграл времени для своей команды, потому что стянулось там на правую линию еще два... двое ребят из команды РЕН-ТВ, и это хороший результат. Мелочь, но приятно. Да, есть такое, и там на другой линии, в общем-то, тем временем умер как раз Мёрдок, в общем-то, поэтому все в целом сложилось неплохо. Собственно, по какой-то ситуации, да, там с этим самым черным бафом, моим любимым, вот, забирают его периодически ребята, это очень радует. И вообще радует, что Вайвиктис как-то вот ответственно подходит к своей игре, и действительно ощущается, что они готовились, что эти ребята прям топят, что они стараются. Как-то вот есть такое ощущение ответственности у них. Да, это очень-очень здорово. Что ж, Ируканджи выходит на мид, возможно, могли бы его здесь цеплять ребята, а в это время Бабах, наверное, будет пытаться забрать черный. Будет или нет? Хочешь ты или нет, черный? Видимо, не захотели, и решила команда РЕН-ТВ идти агрессивненько, и встречать сейчас ребят в лесу, и будет сейчас небольшой фейс. Космания просто знала об этом всем, сразу же он стягивает ребят двух, и скорее всего здесь двое персонажей из команды РЕН-ТВ отправятся домой, потому что много дамажа в них вливается, в это время там еще и в принципе они не погибают, у Валла там могут быть проблемы, все-таки Химера отправляется домой, но и Бабах тоже отправится домой, и Нарбаш тоже погибает. Апла нужно забирать, добирает Хомяки у своей автоатаки, и Лаки Путин здесь тоже, скорее всего, погибает, и этот Лаки Путин превращается в Анлаки Путина. Да, есть такое действительно, надеюсь, он никуда не уйдет, таких пацанов явно не отпускают. Хороший Тимфай действительно, стянулись очень быстро сюда в Айвиктиц, они прям вот как-то на одной волне. Они прям знали, знали, что к ним идут агрессивничать, и наказали за эту агрессию. Четыре в один размен. И потеряли они, по-моему, только одного, ваута. Да. Да, действительно. Ну, что можем сказать? Ребята-то теперь пошли пушить Т1, и, в общем-то, заберут они сейчас эту Т1 спокойно, без какой-либо, без какого-либо сопротивления, и можем отметить, что у Лавитис данный момент все вышки стоят, все они целые, там, в общем-то, с полным столбом. Так или иначе, ваута сейчас показывает определенную доминацию на карте, как, собственно, по количеству воров, так и по количеству крипов, потому что 119, в общем-то, счет такой на 7 из 3, это, как-никак, это отрыв определенный, в 50 крипчиков, это довольно много. И, в общем-то, по картам есть определенное преимущество, что 21 карта против 9, это круто. Так, здесь, скорее всего, Груксевич отправится, но здесь его пытается оставить Игги, но Лаки Путин, он должен прыгать просто по двоим, есть ли у него ульта, я не знаю, но ульта будет буквально через 3, 2, 1, и будет прыжочек здесь у Груксевича, будет ли или нет? Нет, все-таки сбивает ему рывочком тревел-мод, и здесь его просто добьют руками, но не хотят ребята из Вайвиктиз отпускать, и Лаки Путин, скорее всего, отправится домой, но использует ульту для того, чтобы убежать, и сможет ли он убежать? Нет, не сможет убежать, потому что вроде бы там Эрик Вальбегаффер, в это время Зун там с другой стороны просто встретил двух ребят из команды РЕН-ТВ, и это, опять-таки, размен в пользу Вайвиктиз. Да, и встречается здесь плеер вместе с АПЛ, который вот убегают отсюда в панике, очень хорошая ульта была от Фирта, на самом деле, вот добьет здесь хомяк эту феечку, да, добивает эту фею, и, скорее всего, и плеера 130 здесь тоже заберут, но попадите в Химеру. Нужно его забирать, но почему-то, ребят, вот так вот влепил, влепил он просто с Танечком в спину, там, на самом-то деле, на самом-то деле, плеер должен был уходить, но почему-то он возле Эрбы стоял, думал, нужно ему уходить или нет, и, собственно говоря, за это поплатился, и размен опять один в четыре. Да, действительно, но, на самом деле, хорошая мне понравилась ульта от Мердока, от Фирта, которую задамажила по троим героям, как бы это тот момент, когда ульту реализую не для того, чтобы добить кого-то, да, там, а просто, чтобы внести достаточное количество дэмэджа, как нюк, неплохо он попал по троим, действительно, там, снесло всем почти по полстолба, ну, забавно, и после этого тимфайт поехал очень бодренько. Мне нравится, как в Айл Викте сведут себя против агрессии команды РЕН-ТВ. Они не то, что готовы, они прям просят, ребята, давайте еще, еще агрессивничайте, агрессивничайте на нас, чтобы мы вас наказывали. Это реально работает, и это здорово. Да, в сетике пишут, что попахивает порнухой, я бы хотел сказать, что на РЕН-ТВ никогда не было порнухи, только эротика, поэтому команда так и называется. На самом деле, да, чувствуется определенная доминация, от ВАИВИКТИС, и вот сейчас они забирают, в общем-то, потерялся я немного, АПЛ, да, АПЛ убираю, убивали очень долго, Бабаш здесь тоже умрет, скорее всего, Лаки Путин тоже здесь умирает, очень много демоджа вносит Хомяк, но, в итоге говоря, размен сложился все-таки 2 в 5, хотя тимфайт начался, ну, не совсем в пользу, собственно, ВАИВИКТИС, вот такой вот узкий проход, хотя этот узкий проход сыграл, в принципе, на руку Хомяку, который смог поставить свою ульту. Хомяк, по-моему, там всю ульту свою запихнул, прям в ребят, и ребята аж заскварчали от этих ракеток Хомяка, и, собственно говоря, отправились домой, это Тим ВАИ просто, и ВАИВИКТИС чувствует свое огромнейшее преимущество, и дальше его накапливают, и будут они сейчас забирать Т2-вышку, и РЕН-ТВ нужно с этим что-то делать, потому что в таком файте они не могут выиграть. Слишком много АОЕ дэмэджа, и слишком быстро они рассыпаются. Да, действительно, ну, в общем-то, видим, что счет общий 19 на 8, и я хочу посмотреть кого-нибудь, кто какие карты берет. Мне прям интересно что-нибудь посмотреть. Вот я вижу, Грукс есть с вардами, с хпшкой, так что, в принципе, он такой будет плотный, и вардить, вардить мне нравится, я люблю варды. А вот ребят из Ротикон РЕН-ТВ есть там немножко странные вещи некоторые. Не, ну, более-менее все еще приемлемо, поэтому не все так и уж плохо. самое главное, что тут нет карточек снижения, не в грейженах, сразу по три штуки. Привет, привет, панда, да, ты об этом и об этом мечтал. Да-да-да, как-то там как-то Lost Power Panda или что-то такое было. Да-да-да-да-да, Lost Power Panda. Что ж, Апель видит Зуна, который, возможно, пытался там сагрессивничать, но сразу же решил уйти, а Космания не будет уходить, он просто будет, скорее всего, пытаться агрессивничать, но нет, просто поставил вард на выходе и будет ожидать кого-то. Да, и в рукам же сейчас в мид, скорее всего, будут заходить, ребята, вчетвером они забегают, тут этому хомяку вряд ли удастся куда-то уйти, еще и тратить на него ульту свою стилу, очень много урона в него вливается, будет ли он ультить? Давай, братиш, надо успеть. Да, успевает в последнюю секунду ультануть, но куда он здесь полетит, его растыкивают прямо в воздухе, в принципе, ульта, в итоге говоря, была потрачена зря. Космия заходит сзади, здесь, нужно здесь пытаться мэрдоку уйти, нужно пытаться, но все-таки барабаны нарбаши говорят, дружище, оставайся с нами. Не переключайся, мы тебя забираем с собой. Да, и это опять-таки размен два в один, и у меня такое чувство, что, что бы Рентиви не делало, они все равно размениваются в минус, как бы они не зашли в этого хомяка, как бы они его быстро не убили, Вайвиктис быстренько стянулись и сразу же команду Эротикон Рентиви за это наказывают. И теперь, у Рентиви будет, скорее всего, минус ингибитор по медвышке, то есть по медлинии. Да, по медлинии сделает минус ингибитор, после этого, в принципе, ребята из Вайвиктис могут продолжить разваливать кабинеты, потому что, вот у Бабаш троих стягивает косвие, какая хорошая стяжка, и скорее всего, что здесь они уже никто не уйдут. Ой, неплохая, кстати говоря, ульта от феечки, первая, по-моему, за эту игру. Да, но, к сожалению, слишком поздно, ее бы эту ульту минут на 10 пораньше. Ну, и, собственно, очень быстро умирает фея, и все-таки забирает она на развороте Волта. Ну, опять-таки, да, это размен такой один в три, и не смогут здесь ребята, к сожалению, ядро сейчас сносить, придется им отойти, но я думаю, что со следующим заходом они уже закончат эту игру. Хотя, вот они что-то наваливают. Они немножко наваливают, но Мердок там слишком сагрессивничал, за что сразу же поплатился, только он вышел из Таверны и сразу туда же отправился обратно. Но это намного проще, да, я согласен, просто смотреть в экран с игрой своих тиммейтов намного-намного проще, нежели самому хорошо играть. Что ж, по карточкам Вайвикти сведут в два раза. В два раза, и здесь, конечно, камбэкнуть команде Eroticon Rent TV, ну, практически что невозможно. Я не знаю, что им нужно делать, ведь на 17-й минуте проигрывать в два раза, это, это, ну, вы сами это видите, ребята. Что здесь объяснять? На что здесь разговаривалось? Здесь есть огромное, в принципе, преимущество по картам, огромное преимущество по фарму, ну, в общем-то, это следствие, что по картам огромное преимущество, да, причина, в общем-то, и огромное количество перефарма, и 25 на 10 по киллам, ну, и, в принципе, в целом, ребята из Вайвикти среализуют свои скиллы куда лучше, чем Eroticon Rent TV, но, опять-таки, мы видели прошлую игру в Вайвикти, против них был, был довольно слабый оппонент, и, в общем-то, они, ну, показали себя там во всей красе, да, здесь, в принципе, они тоже очень неплохо сейчас катают, мне нравится, как играет Фирт на кэри, вполне себе неплохие стяжки от Грукса постоянно, то есть, ребята молодцы, в принципе, они готовились, они показывают неплохую игру. Я бы даже сказал, что они не намного-то хуже играют, чем Синерджи. Ну, пока что, как бы, да, вот, по общим ощущениям, нельзя сказать, что здесь есть какие-то прям супергрубые ошибки, наверное, от них, они неплохо катают, действительно, то есть, они, можно их назвать, наверное, такими вот, тоже одними из близкими, наверное, к фаворитам, или практически фаворитами этого турнира, пока что, вот пока, как мы это сейчас видим. Зависит, конечно, все остальное от того еще, с кем они попадутся в сетке дальше, но, так или иначе, уже сейчас они нам, в принципе, запомнились, остались в памяти, и я думаю, что, если в будущем они продолжат тренироваться и играть, они добьются определенных результатов. Что ж, нужно сейчас команде Вайвиктис и Спортс понимать, что преимущества у них огромезные, они, в принципе, все это видят, если нажмут, нажмут кнопочку ТАП, и нужно просто заходить на арбу, забирать ее, пытаться донести к алтарю и заканчивать это насилие над командой Эротикон Рентеве, что, собственно говоря, Вайвиктис и делают. Заходят они на арбу, но немножко, видимо, агрессивно будут заходить, скорее всего, попытаются кого-то забрать, возможно, Путина попытаются забрать, кто его знает, но пойдет ли Путин? Вот это уже совсем другая история, ребята. Да, забавная штука, получается, мне нравилось, как это вчера было с Боярским, который щекотал усиками своих крипов, своими усиками крипов, а потом еще и погибал, было очень заявлено, сегодня у нас Путин, собственно, забавно, забавно. Много ребят были с смешными никами, конечно, и я не совсем понимаю, почему команда Вайвиктис сейчас бегает в надежде кого-то поймать. Ребята, вы должны понимать, что Рентиви сейчас настолько напуганы, что они будут просто стоять у себя под ядром и даже оттуда не будут выходить, и вы никого не поймаете, поэтому нужно забирать арбу, что, собственно говоря, вы и делаете. Это приятно видеть, приятно знать, что вы понимаете и видите игру. Да, действительно неплохо, и, кстати говоря, все-таки вот ребята сейчас заберут эту арбу, и я думаю, что, в общем-то, это самое очевидное, что сейчас можно было сделать, это пойти, в общем-то, получив определенную доминацию, пойти забрать арбу, донести ее, в общем-то, до точки. Кстати, отдают арбу эту сейчас. Они играют в баскетбол, просто наигрались, в общем-то, отдали эту арбу Груксу. Ну, да, наверное, здесь можно дать ее как Груксу, так может быть, кстати говоря, и Игги, смотря что у него там супер, нет Игги, к сожалению, нет армора, я думал он будет какой-нибудь супер армированный, но нет, ну, в принципе, я не знаю, а ребята решили доносить ее. Ребята решили просто пойти по правой линии, я не совсем понимаю, почему так. А почему бы и нет, в конце концов. Грукс жирный, он с прайм-картой, несмотря на то, что у него полстолба, у него куча хп, в принципе, он с боеспособной единицы идет, убивает, крипы бьют много, вот, и тавр падает за секунду, буквально, поэтому, видимо, никаких проблем для себя ребят не ощущают, там и дражеский мертвых решил пойти в стенку, и в этой же стенке там же и останется навсегда теперь, бабаша притягивает косме, и здесь эту гаджет убивают за секунду, ну, однозначно, что здесь ребята уже сейчас, скорее всего, выигрывают, лишнейшая ульта просто по Путину, от Путина, да, ульта просто никуда, и, скорее всего, Путин за это поплатится, но совсем мало здоровья у него остается, она мертвых добивает своим, своей ультой, и, собственно говоря, это, разумея, опять-таки, 0 в 3, ребята из РЕН-ТВ понимают, что здесь им ловить нечего, домой, ребята, потому что в этой катке вам ничего не светит, разница в карточках, и все ли слишком, слишком высока, поэтому нужно вам идти на перерыв, обдумать все, и, собственно говоря, после этого, во второй каточке показать всю свою мощу, и, возможно, тогда уже отыгрываться. Мы поздравляем команду Вайвики с первой победой, в принципе, для них очень легкая победа, и катка закончилась за 21 минуту, и, наверное, секунд 25, я так думаю, с чем мы их, конечно, не можем не поздравить. Действительно, ребята сыграли очень хорошо, прям показали действительно классную игру, без, прям, не знаю, мне прям нравится смотреть на них, вот, серьезно, мы как первый раз тогда их увидели, они были классные, вот, сейчас они классные, ребята действительно показывают класс, я очень надеюсь, что они ближе к финалам, уже к таким, к основательным финалам встретятся с какими-нибудь синерджи, с 5-trap, с costbusters, с прецами, с кем-нибудь из этих ребят, и составят им, собственно, достойную конкуренцию. Да, дадут им отпор, и это будет очень круто, и будет за этим очень интересно наблюдать. Сейчас мы, ребята, уходим на небольшой перерыв, пока команды будут запускать новую каточку, отдыхаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Продолжение следует...